Всем привет! Вы на канале Хамстер Трейдер. В прошлом видео обзоре я рассматривал 9 альткоинов старичков, которые во втором альткоин сезоне не перебили свои исторические максимумы. Да, там была манера, которая так немного сделала перехай, но тем не менее это не считается. В этом же обзоре мы рассмотрим 6 альткоинов, которым удалось перебить свои исторические максимумы на последующем альткоин сезоне. Но здесь также самое есть ремарка. Из этих 6 монет, Ethereum, BNB, ADA, DOGE, LINK и Ethereum Classic, у нас есть LINK, который в принципе только начал зарождаться в конце 2017 года, поэтому у него был чисто такой технический небольшой рост в альткоин сезоне 2017 года, а полноценный альткоин сезон он сейчас пережил в 2021 году. Но тем не менее будем считать, что эта монетка показала силу, потому что в предыдущем видео обзоре те 9 альткоинов, которые я рассматривал, они не перебили свои исторические максимумы. На самом деле статистика не очень утешительная, потому что из 15 монет, то есть я взял CoinMarketCap, первые 50 монет, соответственно убрал оттуда стейблкоины, убрал оттуда монеты, которые только зародились, то есть пережили 1 альткоин сезон, он отобрал только старичков, те монеты, которые пережили 2 и более альткоин сезона. Из 50 и 150 по CoinMarketCap осталось 15 монет, из этих 15 монет, 9 монет, они показали плачевные результаты, Altom High не были перебиты, и только 6 монет этим, соответственно, удалось перебить Altom High. А статистика такая, что 60% альткоинов, которые в одном цикле показали какие-то хорошие результаты, скорее всего, что во втором альткоин сезоне с вероятностью 60% не перебьют свои Altom High. Вот такая вот ситуация. Значит, в этом обзоре у нас, как я сказал, Ethereum, BNB, ADA, Doge, Link, Ethereum Classic, и тоже у нас есть Ethereum, Ethereum Classic, то есть Hard Fork Ethereum. Кстати, здесь Hard Fork Ethereum, Ethereum Classic, он показал даже в процентном соотношении лучше доходность, нежели сам Ethereum. Хотя в предыдущем обзоре, когда у нас рассматривал 9 альткоинов, там был Bitcoin Cash и Bitcoin Cash, соответственно, Hard Fork и Bitcoin, но он показал очень плохие результаты, прям, наверное, одни из самых худших результатов из всех альткоинов. Переходим к нашему обзору. Смотрите, первым у нас Ethereum, недельный таймфрейм, логарифмическая шкала. Ситуация следующая. Кстати, здесь график, он такой неполный на Bitfinex, потому что если мы сейчас возьмем полноценный график Эфириума, мы увидим, что он начинается там ниже доллара. Но, тем не менее, обратите внимание на вот этот вот клин. Я считаю, что он более-менее логичный. Ситуация такая вот, да, как бы вот этот клин можно нарисовать. Вот это наш флагшток. В принципе, нормальная, здоровая ситуация, когда идет рост, после чего монета рисует восходящий клин. То есть, это к тому, что, если многие будут говорить, почему ты нарисовал клин, ведь у тебя типа график здесь неполноценный. Ну так вот, представьте, что здесь цена, да, она вот где-то оттуда заходит, в этот клин и начинают его формировать. А поэтому нижняя граница этого клина, она довольно-таки интересная. Так, давайте сначала разберем. С прошлого All-Tom High Ethereum сделал перехай на 240% примерно. То есть, 2,4 раза Ethereum перебил свой предыдущий All-Tom High, что довольно-таки хорошо. Значит, коррекция по Ethereum в прошлый раз была 94%. Сейчас коррекция составила уже 82%. Ну, как видите, по предыдущей истории мы можем понять, что Ethereum может упасть запросто примерно 94%. Так как это Litecoin может даже еще ниже упасть. Но, тем не менее, суть такова, что 82% я считаю, это недостаточно. Хорошая зона, где можно начинать докупать Ethereum в портфель примерно на 20%, я считаю, это уровень примерно 650-700 долларов. Примерно 650-700 долларов, это нижняя граница этого клина. Я считаю, что это хорошая точка для начала набора. Оно, но, естественно, этот клин это не панацея, и, соответственно, он может быть пробит. И следующие неплохие уровни, это 430 долларов примерно. Вот здесь, здесь есть уровень. Ну, и хороший набор, я считаю, 320 долларов. Это классный уровень, то есть, в этой зоне. Сейчас я выделю. Зона 280-360 долларов. Это хорошая зона для покупок на средний срок, то есть, до следующего Litecoin сезона. В общем, распределяйте бюджет. Не спешите, не торопитесь, а потому что, обратите внимание, на даты. В прошлый раз Ethereum от своего хая до минимума, он это сделал за 329 дней. Сейчас же прошло всего-навсего 224 дня. То есть, примерно 3-4 месяца мы можем запросто еще продолжать снижаться. А может быть такое, что и еще дольше будем снижаться постепенно. Поэтому не горячитесь, а с текущих набирать там на всю котлету и влетать, думая, что это дно. Скорее всего, это не дно, и мы будем продолжать снижаться. А дальше интересный момент. Смотрите, диапазон от установления Ethereum от дна, то, в принципе, второго дна, да, второе дно в подарок. Прошло 448 дней. То есть, даже если Ethereum сейчас где-то отрисует дно, скорее всего, это будет какая-то продолжительная консолидация. Год-полтора года запросто. Купить Ethereum вы успеете, не нужно спешить. Можно просто сейчас вот этот весь год до 23-го года спокойненько просто наблюдать за рынком. И по-любому монеты, как минимум, какое-то второе дно или перелов, они рисуют перед тем, как начать новый буран. Этого не спешите. Дальше обратите внимание, я отрисовал здесь вот такие кружки. И я считаю, что сейчас мы находимся примерно в этой зоне. То есть, так как было раньше. Обратите внимание, первое снижение. Так же самое и здесь. Раз, два. Дальше. Упали немного консолидация. Упали немного консолидация на уровне. Соответственно, тут было без отскока. Задача крупного капитала засадить всех пониже и не дать продать в ноль. Или в какой-то хотя бы небольшой минус. Поэтому здесь засаживают. И я считаю, что сейчас вполне возможно какая-то консолидация здесь. После чего будет новое погружение ниже. Дальше. Сильный уровень сопротивления. У нас уже по эфириуму идет примерно 1300-1450. И самый-самый сильный уровень. Но я считаю, что до него вряд ли сейчас дотянут. 1700 баксов примерно. Даже если будет отскок до уровня 1700 баксов. Если вы что-то покупали уже в портфель. На споте. Можно будет здесь его полностью скидывать. Если у вас какие-то лонг позиции будут на фьючах. Так же самое. Здесь можно будет открыть полностью все. И думать рассматривать какие-то шорт сделки. Именно в зоне 1700 долларов. Если вдруг каким-то макаром туда дадут отскочить. Я сомневаюсь, что эфириуму дадут отскок в 1700 долларов. Если дадут отскочить в 1700 баксов. Тогда здесь дадут большинству продать. Или в ноль. Или в небольшой убыток. Поэтому вряд ли такое будет. Скорее всего понемногу мы будем здесь консолидироваться. С намеком на продолжение снижения. Наша задача сейчас охладить индикаторы. Которые ушли в зону перепроданности. Но по процентному соотношению. И по другим параметрам. В принципе все указывает на дальнейшее снижение. Теперь давайте натянем Fibonacci на прошлый медвежий цикл. И посмотрим что у нас докуда был рост. То есть у нас рост составил четко золотого сечения. 3.618. Как видите очень крутое сечение. Кстати по другим альтам тоже я заметил. Если монета сильная. Она показывает рост. Примерно 3.618. Это уже хай. Тут плюс-минус. То есть это хорошее значение. Где нужно скорее всего фикситься полностью. Следующий альткоин. Который перебил свои исторические максимумы. Это BNB. Довольно таки очень сильная монета. Ну и естественно биржа Binance. Что связано с биржей Binance. То все сильное. Но тем не менее я вам даю заметочку. Сейчас уже выходят новости. Что SEC присматривается к американскому Binance. Ихний токен тоже самое. Этот BNB хочет проверить. Потому что они подозревают. Это ценная бумага. И с BNB кстати все может быть. Может быть так же самое как и с Ripple. Если они заведут на BNB дело. То BNB он скатится очень-очень низко. Имейте это ввиду. Поэтому не спешите BNB сейчас тарить себе в портфель. Несмотря на то что это монета Binance. Да и она сильная. Она очень сильно себя демонстрирует. Поэтому имейте это ввиду. И будьте аккуратны. По BNB у нас есть огромный восходящий клин. Который уже пробился. Так же самое здесь я сейчас натяну канал. Он тоже очень четко смотрится. Но давайте посмотрим другое. Альткоин сезон был у нас конец 17-го. Начало 18-го. Вот с этого хая я беру до следующего альткоин сезона. Это примерно монета выросла на 2700%. В общем крутой рост. 27 раз примерно составил. Прошлый сезон монета корректировался максимально 83%. В принципе как и биткоин очень сильно. А сейчас коррекция составила 73% всего. Поэтому вы понимаете, что если мы уйдем на 83%. Это у нас как раз уровень 120 долларов. Здесь видите неделька. Раз. Новая неделька началась. Примерно 120 долларов. Давайте округлим. Есть куда падать. И еще смотрите важный момент. У нас сейчас BNB пытается удержаться на этом уровне. Диапазон 188-250 долларов. Долго-таки широкий диапазон. И здесь идет уже распил. То есть даже если произойдет отскок. Скорее всего отскок будет в зону 320-360 долларов. Не более того. И дальше BNB пойдет на снижение. Неплохой уровень. 120 долларов. Скорее всего здесь. Так же самое может вот так произойти отскок. Но я жду BNB дальше. А так же самое обратите внимание на вот этот вот пробел. Здесь просто за пару недель BNB пролетел. Здесь никаких объемов. Не, они были объемы. Но проторговок здесь не было. Здесь была маленькая проторговочка. Минимальная. Поэтому здесь какой-то отскок будет. Ну и здесь была маленькая проторговочка. Как правило монеты вот такие вот дыры закрывают. То есть если у нас есть консолидация, сильный рост. Потом опять консолидация. И скорее всего вот это вот все монета перекроет. То есть как правило такое происходит. То же самое можете посмотреть на биткоине. Мы уже половину, даже больше половины перекрыли. Роста. Такая же ситуация скорее всего будет из BNB. Сейчас открою я восходящий канал параллельный, который я отрисовал. Смотрите по каналу. Желтый канал как видите. У нас четко есть точки сверху касания. И так же самое есть четко снизу. Раз, два. Это я все не беру. Это начало. Мы видим, что цена на первый уровень сформировала примерно с половинки доллара. Следующее касание было на коронадампе примерно 6,5 доллара. Ну и сейчас скорее всего монетка сюда. Она придет. Своей трендовой линии глобальной. Смотрите. Если монетка дойдет к этой трендовой линии примерно, допустим. Это будет как раз 84%, 83%, 85%. Что довольно таки будет адекватно, сравнивая с предыдущим ростом, альтсезоном. Но самая-самая крутая зона набора, я считаю, это 38,50 долларов. То есть здесь именно как раз самый пик, когда можно будет набирать более-менее активно BNB. Ну и максимальное, что я допускаю, это 25 попадения. Хотя такое может случиться только если SEC все-таки возьмется за BNB, да, подаст в суд. Тогда BNB может сильно просесть на 25 долларов, то есть запросто может просесть. Но адекватная, адекватная посадка 93%, она будет уже в диапазоне 40-50 долларов. И здесь можно будет BNB покупать. По этому восходящему каналу мы видим, как у нас середина канала неплохо отрабатывает. Здесь сопротивление, здесь даже поддержка была. Потом пробили, опять пробили, опять поддержка, потом сопротивление. В общем, более-менее канал отрабатывает. Можно его тоже накинуть на логарифмической шкале и посматривать. То есть нижняя граница этого канала, она будет благоприятная к покупкам. Следующий альткоин сильный это ADA. С прошлого альткоин сезона она выросла на 103%, на 130%. В принципе немного, но тем не менее, в 2 раза более даже она выросла. Перебила свои хей довольно-таки активно. Поэтому канал можно нарисовать восходящий. Но по этому каналу, так, он немного под сомнением, его нижняя граница. Хотя с другой стороны, давайте посмотрим, как в прошлый раз корректировался ADA на 98%. То есть максимальная коррекция составила 98%. Сейчас коррекция всего 87%. И если ADA она упадет на также 98%, вполне это получается нижняя граница этого восходящего канала. Я вроде это нарисовал, вроде технически все верно. То есть мы коснулись верхней границы, потом нижней. Верхней границы, потом нижней. Но мне вот прям внутри такой звук говорит, ты что просто дурной еще упасть до 3 центов, до 3,5 центов. Я прям не знаю. Но видите, это крипторынок и все может быть. Обратите внимание на вертикальную линию голубую. Это 15 декабря здесь, то есть если на дневке переключиться, это 15 декабря. Так как у меня неделька, оно показывает 10 начало недели. Но суть такая, значит здесь биткоин установил дно, самое дно в 2018 году. Тогда как ADA, она еще показала сильное снижение на коррекционном дампе. В общем, смотрите, диапазон с самого хая ADA до становления биткоином дна, ада падала 343 дня. После чего до коронадампа, до самого нижнего значения, ада еще стояла 455 дней. Вдумайтесь, тут год, почти полтора года, ада просто находилась в боковике. А сейчас многие думают, что вот-вот сейчас месяц-два и прям будет ракета туда в космос куда-то. Скорее всего, ну уж здесь поконсолидируемся. Возможно, ада еще раз какой-то отскок даст сюда в 70 центов, хотя я уже сомневаюсь. Она, видите, две недельки дала сюда почти 70 центов. Скорее всего, здесь уже будет такое залипание. И следующее падение у нас по аде где-то 20 центов и ниже. То есть отсюда, скорее всего, будет более-менее уже какой-то активный отскок. А имейте это в виду, если ада спускается. 19. Вот у нас есть зона. 15-19 центов. Если ада сюда спускается, можно ее брать или спот, или фьючи с более-менее отскоком. Максимальным отскоком на 40 центов. Максимальным. Ну, соответственно, заранее нужно уже частями фиксироваться. То есть это будет неплохая точка для покупки в рамках спекуляций. Так же самое в районе 15-19 центов, 20 даже центов. Тут можно, в принципе, уже где-то на 20% от выделенного бюджета взять аду, конечно же, в портфель. Но более активно можно добавляться 7,5-10 центов. И я считаю, все равно, как ни крути, нужно оставить какие-то финансы. В случае, если будет что-то-нибудь подобное, и ада все-таки коснется каким-то чудом нижней границы восходящего канала. В общем, на этот случай нужно все равно оставить 15-30% своего депозита, выделенного на кардану, если вы покупаете в портфеле ее. Подчеркиваю. Не говорю, что вся котлета в одной кардане должна быть. Нет. Монета вроде сильная, неплохая, интересная, но сейчас она слабо выглядит. И, скорее всего, более-менее интересная зона 7,5-10 центов. С таким намеком, что может быть какой-то сквиз вот этом до 3-4 центов. Причем такая вот ситуация по аде. Смотрите, сейчас мы натянем фибу. Ада, ада, как видите, здесь 1,618 дошла четко. И здесь уже был немного недоход до 2,618. Но ада неплохой рост показала, тем не менее. Она долго здесь мучила, 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 консолидировался. Но, тем не менее, дала еще хороший импульс. С доллара 20 до 3 баксов. И все, и сейчас она падает, падает, падает. Без каких-либо активных отскоков здесь было. Каких-то 2 недельки. И все, и пошла она ниже. Следующая альткоин, она самый-самый сильный, ребята. Самый крутой альткоин. Посмотрите, он как биткоин. Он с 14 года, он уже пережил 3 альткоин сезона. И каждый его максимум, он повышающийся. Да, вроде монета, мем. Там, да, вроде туда-сюда. Но, тем не менее, масс поддерживает. Монетка, в принципе, выполняет свою функцию на дешевые, быстрые транзакции. Да, и что еще надо? В принципе, все окей. В общем, с 14 года до начала 18 монета выросла на 820%. И с прошлого альткоин сезона, то есть с 18 года, да, альткоин сезона до 21 года, монета сделала еще 3800%. Космические иксы сделала. В общем, тем не менее, можно доги рассматривать в портфель. Маск вроде бы еще пишет, что он будет поддерживать эту монету. Но все-таки он там еще в котлете сидит. Будем надеяться, что доги покажет, еще нас порадует каким-то ростом. Обратите внимание на консолидацию. Тысяча дней. То есть 3 года узкий диапазон, когда цена просто стояла плюс-минус 0,001, 0,006, 0,007 примерно монета колебалась. А тут даже диапазон на самом деле уже, тем не менее, 3 года. А вы хотите уже сейчас новый альткоин сезон. Смотрим на коррекции. Максимальная коррекция позапрошлом альткоин сезоне 94%. Сейчас коррекция уже 93%. То есть корректируется довольно-таки быстро. До нижней границы у нас монетка может скорректироваться на 97-98%. Вполне будет очень хорошая коррекция. И тогда можно будет набирать монету в портфель. В общем, первый сильный уровень, я считаю, примерно почти 2 цента. Тут зона такая у нас. 1,4 цента тут и 1,9 цента. Это, грубо говоря, 2 цента. То есть в этом диапазоне монетку можно, я считаю, уже где-то процентов 50, 60, там даже до 70 процентов запросто загрузить себя в портфель. И оставить какую-то часть в случае, если будет там крах еще куда-то ниже. Но тем не менее, я считаю, грубо говоря, 2 цента. Это прошлый All-Time High в 2018 году. А поэтому 2 цента отличный уровень, где можно монетку там нормально потаривать в портфель и совсем немного оставить на добор в случае более какого-то прихода черного лебедя. Обратите внимание по уровням. Сейчас монета стоит на сильном уровне 4-5 центов. Максимальный уровень, докуда монета может сходить, я считаю, примерно 10 центов. Я считаю, там сильный уровень, там зона 10, есть 11 центов. Я считаю, это максимум, куда может быть отскок дотянуть. После чего, скорее всего, пробьется этот уровень. У нас есть нисходящий канал. Обратите внимание, наш пили здесь. Это будет промежуточный уровень, я считаю, откуда цена может отбиться. Сделать ртест вот этого уровня. И, скорее всего, мы там дальше пьемся до 2 центов. И пока не коснемся нижней границы нашего восходящего канала. Следующий альткоин, Линк. Как я сказал, Линк, он примерно зародился конец уже, да, там, середина до 2 половины 2017 года. Поэтому альткоин сезон в 2017 году, конец 2017, начало 2017, был такой чисто технический в компании со всеми другими альткоинами. Поэтому полноценный альткоин сезон, я считаю, у него в 2021 году произошел. Но, тем не менее, мы видим, у Линка есть хорошая трендовая линия. Так же самое, скорее всего, в будущем он ее достигнет. Максимальная коррекция в прошлый альткоин, позапрошлый альткоин сезон составил 88%. Но монета только зарождалась. Поэтому результаты такие, в принципе, могли быть и глубже. Но сейчас Линк уже скорректировался на 89%. Считаю, у него будет нормальная коррекция. Это примерно 97%. 94-97%, возможно, даже 98%. В общем, стоит его ожидать к такой коррекции. А сильная зона сопротивления у нас по Линку 11-13 долларов. Там, возможно, даже 14. Но, мне кажется, не дадут ему туда сходить. Я вижу, что уже здесь нашелся сильный продавец, который будет цену тянуть ниже. Это 9-9,5 долларов. Скорее всего, даже этот уровень Линку не дадут перебить выше. А здесь, скорее всего... Ну, смотрите, да, мы дошли уже. Отбой был. Возможно, еще какой-то раз будет отбой. Но, скорее всего, он уже начнет залипать. Альта сейчас выглядит не сладко. И пробитие этого уровня у нас дальше может быть до 3 долларов. На 3 долларов можно взять спекулятивно. Или Лонгин на фьючах, или на спот желательно. На спот лучше взять также самое спекулятивно. Но эта спекуляция будет в район 5 долларов максимум. Да, и здесь нужно будет полностью фиксировать ваш спекулятивный портфель. И самый-самый сильный уровень, я считаю, здесь огромная зона. Это 2 доллара. То есть, это примерно доллар, доллар, 2 доллара. А здесь можно будет активно набирать Линк в портфель себе. Так что, держите денежки. Когда Линк упадет примерно 2 доллара, возможно, 3 доллара будет интересный уровень. Ну, и я считаю, что у нас здесь будет формироваться какая-то фигура. К примеру, мы вот так делаем. Вот так, да, отбой. Потом рисуем. Так вот, и дальше. Начинаем показывать обычный рост. То есть, у нас здесь может образоваться перевернутый гиб. Так же самое, как и здесь это было. Смотрите. Раз, два. Так, раз. А, даже, меняясь, даже вот так правильнее. Сейчас я возьму. Рисую прям гиб полноценно. Вот такой примерно здесь гиб отрисовался. Голова с плечами перевернута. И примерно здесь может быть что-нибудь подобная ситуация. В принципе, по всем альтам, по всем монетам будет рисоваться или перевернутый гиб, или двойное дно. Но суть такова, что где-то там будет у нас, возможно, в следующем году такой активный прокол, после чего начнется рост. Но сейчас думать о том, что вот с текущих все, сейчас улетаем вверх, не стоит. Обратите внимание, как линк рос. У него четкий был тренд. Тоже можно обозначить как канал. Хотя, канал так себе. В общем, трендовая линия четкая у нас была. Он шел, теперь все. Тренд перевернулся. Идем вниз. Можно нарисовать нисходящую трендовую линию. И по ней ориентироваться. То есть, даже если тут какие-то будут подскоки, то максимально, куда мы дойдем до этой трендовой линии, здесь будет по-любому отсечка. Следующий у нас Ethereum Classic. Я считаю, он даже поинтереснее показал рост. То есть, если Ethereum у нас от хая до хая сделал где-то 240%, тогда Ethereum Classic примерно 277% показал. Максимальная коррекция по классику была в позапрошлом альткоин сезоне 93%. А сейчас коррекция уже 92%. Сейчас он падает как-то поактивнее. 92%. Я считаю, более-менее хорошая коррекция 95% по Ethereum Classic вполне допустима. Обратите внимание, вертикальная линия 15 декабря дно по биткоину. Ethereum Classic так же самое здесь рисует дно и больше он это дно не перебивал. С этого момента у нас шли повышающиеся минимумы. Довольно-таки сильный сигнал для альткоина. Ethereum Classic у нас рисует хороший восходящий канал. Так же самое. Но вот нижняя граница здесь такая под вопросом. Мне нравится такая максимальная отсюда. Мы видим, как цена здесь сформировала уровень и отбилась, пошла выше. Но тем не менее, можно рисовать вот так вот. Вот так вот канал. Тоже логично. Поэтому вы себя наблюдаете. Нужно иногда смотреть, как цена будет реагировать с этой границы канала. Это примерно 10 долларов. И необходимо быть готовым к тому, что все-таки канал будет вот такой ширины. И тогда цена сдвинется там ниже 8 долларов. По Ethereum Classic мы видим нисходящий канал такой локальный у нас идет. Есть сильный уровень. Район 22-25 долларов. Скорее всего, Ethereum может Classic до туда еще раз докольнуть. Но тем не менее, мы ждем продолжения снижения. Вот так вот как-то здесь будет у нас. Да, интересный, кстати, момент. Мы можем кольнуть. Да, здесь будет. Можем даже дойти коснуться верхней границы. Потом дальше сделать какой-то перелол. То есть, ну, тут можно это выдумки рисовать. Это, в принципе, уже ерунда. Важнее всего наблюдать за этой трендовой линией по Ethereum Classic. Если он ее пробьет, скорее всего, начнется тренд уже ломаться. Но я ожидаю все-таки вот сильный уровень. Для набора, значит, 10 долларов. И ниже 8 долларов можно набирать уже Ethereum Classic активнее. Тем не менее, оставляем деньги. Какую-то часть депозитов. В случае, если будет какой-то сценарий непредвиденный. Эфириум захочет сходить куда-то вот сюда опять. Просто, чтобы у вас были, еще оставались какие-то деньги для более экстремального набора. Дальше давайте натянем Fibonacci. Посмотрим. Смотрите, как Ethereum Classic четко тоже дошел до 3.618. В принципе, 2.618. Но прокол был до 3.618. Подводим итоги нашего обзора. Сильные монеты, которые в следующем лид-кон сезоне могут перебить свои All-Time High. Тогда цели по этим монетам нужно смотреть по Fibonacci. Натягиваем Fibonacci и примерно 2.618, 3.618. Частями дофиксируем остатки своего портфеля. И желательно уже тогда с монеты выпрыгивать. Не держите еще выше монету. Тут нет смысла. Даже если разница 3.618 и 4.236. Разница небольшая. Но она есть, конечно же. Но зачем рисковать? Зачем рисковать? Зафиксировали часть портфеля уже здесь. Расстались с портфелем. И находитесь в кэше. Но необходимо помнить то, что я рассказывал, показывал в прошлом обзоре. То, что монета, как правило, 0.618 по Fibonacci, вы здесь должны уже 50% с портфелем расстаться. Потому что большинство альткоинов на следующем альткоин сезоне показывали рост максимум 0.5 по Fibonacci, 0.618 золотое сечение. И некоторые только достигли 0.786. Поэтому в этом диапазоне желательно 50% в портфеле фиксировать. И если вдруг монета делает перехай, вы можете тогда растягивать Fibonacci и смотреть 2.618, 3.618. Но здесь уже вам просто нужно 100% избавляться от альткоинов. Да, в принципе, от всех монет. Имейте это в виду. Также напоминаю, что по моей статистике, не более 40% монет делает новый Altom High по альткоинам. Дальше. Если вот эти вот альткоины сильно я сейчас показал вам. И они показали Altom High новый, да, обновили. Но это не означает, что в новом цикле, в следующем, который будет, возможно, там, в 23-м, я считаю, в 24-м году примерно. Это не означает, что эти же монеты, они покажут новый Altom High. Нет, может такое быть, что, например, Ethereum Classic, он сделает рост где-то вот сюда, да. То есть, нужно будет натягивать Fibonacci примерно, например, здесь. И Ethereum Classic, да, он дойдет на 0.618 по Fibonacci и уже сдуется. Может быть и такое. Может быть, что он покажет, да, такую, типа, вторую вершину и не перебьет уже своих максимумов. Поэтому вы должны к этому быть готовым. Если эти монеты сейчас сильные, это не значит, что через год, два, три они останутся в таком же восходящем тренде и будут проявлять подобную силу на криптовалютном рынке. Я вам всем желаю удачи. Думайте головой, не эйфорите на бычьем рынке. Не спешите на медвежьем рынке, вы всегда успеете купить. Вам хорошего дня и пока.